Всем привет! Впереди вас ждет очередной ФФА-сериал в мире Сидмейрс Цивилизейшн 5. Партия на восьмерых и получилось собрать не только сильных соперников, но и сильные нации. Так я играю за Китай. Против Биохазарда, который играет за Данию. Сириуса, который играет за Кельтов. Власа-222, который играет за Ирокезов. Вайпера Димы, который играет за Россию. Торилиса, который играет за Инков. И Винкс оф Либерти, который играет за Эфиопию. Как всегда, напоминаю, что игра будет разбита на серии, потому что получилась длинной. Да и вообще, в принципе, невозможно выложить все сразу. Так что, если вы смотрите это видео не в день выхода игры, то перейдите к плейлисту или на страницу, где собраны все серии на моем сайте. И, может быть, вы сможете сразу весь сериал от начала до конца посмотреть. Ссылки на всю эту прелесть в верхнем правом углу. Такая круглая белая кнопка с буквочкой А. И жмите на нее, и, собственно, перейдете ко всем сериям. Также традиционно напоминаю, что в комментариях не приветствуются оскорбления участников. Что бы они ни делали, приветствуется только критика. Критика вежливая, вида «Зря ты, Леша, обрабатываешь коров, когда у тебя железо не обработано». Или «Я бы на твоем месте вместо альгамбры Нотердам построил». В общем, общайтесь вежливо, и ваш комментарий останется в истории к этому видео. Спойлеры разрешены, но только если они внутри развернутого комментария, а не просто описание в двух словах того, что происходит в видео. На этом все. Желаю вам приятного просмотра. Мне перезаходить, кстати? Ну да, я думаю, мы вряд ли. Они туда входят сразу. Да, мне, ну, кастану все равно не пойдет. Так, ход давайте там откатывать. Откатите кто-нибудь ход. Ну, только скомандуйте, когда. Ну? Там еще минута, я думал, ты зайдешь. Не, не, надо откатить. Все, откатили, откатили, давай. Все, откатили, откатили. Все. Для надежности. Всякое бывает. И плюс я как бы там зайду, у меня останется только секунд 40. Буду строить рабочего, потому что не получил рабочего из пирамид. Китай у тебя завтра скоро будет второй. И надо все-таки этим заниматься. И плюс, вообще надо бы караван, но я хочу караван оставить вот для этих городов, чтобы они по морю. Подожди, ты мне что-то спрашиваешь? Да, да, Китай. Что? Сахар, второй, скоро будет? Четыре-пять ходов. Так, вопрос, сейчас еще раз откатите или нет? Можем откатить. Окей, вот сейчас еще раз откатите, пожалуйста. Давай. Первый раз почему-то не коннектилось. Подождать. Ну, ее вообще не надо было делать. Вот так вот. Поняли? Ну а что, это не цивилизация, а плевок в лицо просто. Не знаю, меня лично вот Beyond Earth в самом начале вот прям сразу не понравился, но только из одного мне очень графика неприятна. Я очень, я просто не могу в нее играть. У меня вот все рябит в глазах, я не могу просто. Вот у меня прям физически неприятно. Раздука хорошая. Меня тоже дизайн не радует. И дерево как-то в лобе интересного. Так. На рост, видите, нам надо порасти немного. Сейчас вот тут еще получим счастье, с сахара получим счастье. Иракес, а ты на свиней будешь менять, да? Да. А может я мусульманин? Или иудей? Как тебе такое? Пока еще неизвестно. Таким образом. Мы с ним тоже ход закончили, а? Черт. Прошу прощения, я забыл. Ну что, заново грузим? Что, грузим или как? Нет, это про прошлый ход. Я же, из того, что я пересходил, я заканчиваю ход, он у всех заканчивается. Блин. Иногда. Так. Вообще, очень бы Мачу-Пикчу хотелось построить для Оли. Одну из самых... Ты здесь? Да. А ты не мог бы своего раненого дуболома увезти? Иракес, отправляю к тебе караван. Его там добили. Хорошо. А скажи, а... Его добивают там. Справа от осенинки нету какого-нибудь варварского лагеря, там что-нибудь такого? Нет, я его не добиваю. Я не уже не его киню. Я подогнал бы искать этот лагерь забирать. Ты можешь пойти вниз на реку, а я на это место поставлю кипеечку стою. Там варвары, не могу. В смысле, ниже по реке, варвары. Блин, то откуда у тебя стукает биохазард? Так, мы чуть-чуть пищу прям пойду. Потому что ты пишешь, что половина не видит, потому что половины вот так. Во. Нашли общий язык. Вроде 50-й ход, я думал. Так, что много еды. Что, больше, чем у меня? Так, лечимся. Вот, я что-то такого. Сахар. Сахар, я снимаю, да? Прикладываю сахар, нормально. В этом проблема. Нормально. Особенно по люксам. Что там, никто не созрел еще меняться, Леша? Что там, как с вторым сахаром, вторыми апельсинами? Ну, я с сахаром точно буду, скорее всего, с ирокезом меняться, а не с тобой. Окей. Ну, то есть мы отдаем там биохазард-дерегрегию на пагоду и все прочее. Ну, конечно. Оставляйся в такой территории. А как связано мой сахар? Не знаю. Я очень плохой демагог. Где дипломат, наверное? И демагог. По-твоему, демагог что значит? Ну, скажем так. Пусто брех. Окей. Пусто брех. Так, вот обнаружился лагерь все-таки. Между оседининкой и Гонжу. Ну, блин, а я отправил... Ты можешь как-то посоветить, чтобы... А не караванчик мой. Блин, ну... Биохазард, а может, у тебя вообще воевать в смысле нет? Ты там так хорошо развиваешься просто. Заманчивое предложение-то. Ну, серьезно. Ты как бы первый по идее населению науки. И эта тенденция сохранится как бы надолго. Что тебе себя войной обременять вообще-то? Ну, не знаю, надолго ли. Но меня уже периодически перегоняют по производству, по еде там. Ну. Да по промке все ровно идут, а вот по еде тебя мало кто перегоняет, явно. Да не, я подумаю, посмотрю здесь. Еще и люксы поищу, конечно, в тундре. Не, понимаешь, у меня просто люксов не больше, чем у тебя, а даже меньше, я бы сказал. Ну, у меня три люкса сейчас вообще. Третий я еще даже не присоединю вообще к своим границам. Так, отлично. Ну, поставлю, чтобы лагеря варварские не появлялись. Этот у меня будет довольно производственным городом. Рады городов у нас знаков, но это неважная деталь. Так, здесь рабочего, отлично. Антон, на Рио там захватишь, получишь тоже. Сколько тут? Два люкса. Его уж лучше союзите, города так поставить. Ну, хотя тоже верно. Ну, где-то вот еще тут город поставить. В принципе, опять же. Да вроде грузилки. Бинка очень плохой, 15. У меня сбил, все окей. Влас будет заходить. Ну, Влас зашли, блин. Ой, Ирокес. Я не знаю, я так вот сбила плохой бинк и все. А то, что у меня варвары разграбили караван, который к тебе пустил. Ай. Ну, я сказал, что я не вижу пока. Отлично. Значит, обойдешься без караванов. Бесполезно. Бесполезно. Мне нужен караван. А, еще, Леша, этого скаута не подвинешь куда-нибудь влево? Там справа ничего интересного. У меня там всякие важные люди сейчас пойдут и все такое. Не? Ну, подожди. Ну, вот ты меня просишь, я должен сразу все сделать. Окей, извини. Ну, мы сейчас ждем Власа. Леша, выноси там Власа. Мы что-то погаем с ним. А, кто... Ладно, сейчас я сделаю, окей. О, как раз мрамор нужен. Ну, блин, пять ходов потратил на караван, чтобы его разграбили. Блин, урокез какой-то бесполезный совсем. Давайте смотреть, куда. Шанхай. Ну, морской караван у меня только один я смогу пока построить. Ну, потому что они дорогие, много строить. Манандангу. Ну, блин, его только что разграбили. Русский, к тебе в Новгород очень дешевые караваны. Не знаю, мне надо, видимо, пойти в Москву хотя бы открыть. Не, а в Новгород самый дорогой караван два золота только. А с ГГшкой поторговал бы, что? Ну... Или никто квест не дает? В смысле? Ну, я и буду торговать... Не, у меня русский просто просил потравить ему караван. Не зашел. А, вас еще раз откатить? Неплохо. Ну, секундочку. У меня же тюнь-то просто кончится. Пожалуйста, готово. Давайте. В Санкт-Петербурге, в Азере Виктория. Так, а даже выяснили вроде давно. Нет, только он видел. Что в Петербурге? В Азере Виктория. Так, вот, в Антона Нариву, в Геную. Манила хочет торговый путь. Ну, в принципе, почему нет? На еду. Неплохой город. Давайте попробуем, действительно, в Манилу построим. О! Что, Biohazard, может пока обсудим там какие-нибудь условия мира, к примеру? Нет? Пока не знаю. Я там тебе готов дань давать, религию на тебя распространять просто по первому твоему слову, когда я ее улучшу и все такое прочее. Ты так себя уже обрекаешь заранее, что же даже ничего не происходит. Не, ну, просто мне, ну как, конкретно вот против берсеркеров по факту действовать особо нечем, только просто... Да что, тебе нечем? У тебя есть холмы рядом? Ну да, понятно, что холмы, защита, все дела. Ну и все, и что тогда берсеркеры, которые нужно подойти поближе, ставишь на свои холмы лучников, а ты ставишь... Это не пришли северо-варвары, это они разграбили мой караван, и у них родился еще варвар из-за этого. Понимаешь? Так. Так они мне еще и рабочего... Да, наслаждайся теперь. И заканчивай заодно. Я уже из-за этих просинхронов, перезаходов, двух винтов просто так потерял. Так что, у меня тут ГГ. Кого-то убивают прям совсем уже. А что ты с двумя холмами строил пирамиды тогда? Серьезно, мне бы оставил. Или Леша? Ну в чем идея? У тебя два холма, давайте строить чудеса. Ну, понты там. Хорошо, ты что-то упугаешь. А, Кельту точно. Для Кельта построил пирамиды, классно. А кто-нибудь вообще играет в традицию здесь? Кельт, по-моему, в традицию, нет? Сейчас надо глянуть, я просто Кельт еще не встретил, кажется. Ой, Ингелет. А нет, только ты. Русский. Почему русский играет? Окей, а просто русский где-то очень далеко, я ваще не встретить. Айфиоп там. Прям как обычно все традиции, один человек уволен. А еще что-то искать. Что там Айфиоп до сих пор и лигию не основал, да и Кельт тоже. А вот я не знаю, у меня 161, так что здесь вход на меня в коробку. Ход-то заканчивать. Что, я удивился, что я первый успел религию в сердце. Ты первый, да. Не я, не Кельт, не ты, как получилось. Потому что, как бы, я получаю основную религию с третьего своего города. В смысле, очки веры. Так, наконец. Влас, а нафига тебе Стоунхендж? Ты реально тут думаешь, что ты с Кельтом, с Эфиопом и с Инком, у которого жемчуг, ты только четвертого основываешь религию? Да построил бы ладно, но я только рад. А, извини, да, я забыл точно. Да нет, на самом деле, строить в столице сейчас нечего было. Классно, да? Оно быстро строилось. Ну, а кого там завоевывают? Не Кельта? Голландца. В смысле, на бот не Власа? А, окей. Помнишь, я голландец тебя предупреждал, что всем захочется мягкого голландца потрогать? А ты мне не верил. Да, я и так это знал. Ну-ка. Мне кажется, что у голландца и спот обычно говно. То есть у этих узлусов, ну, тоже спот. А, вопрос. Это традиционник взял эту религию, да? Да. Русский, то есть, да? Я не брал, я вообще не брал. Понятненько. Это Эфиоп взял. Кто-то очень фонит, видимо, это Сирь. Да. Нет, не я. Я молчу. А, ну, я не про них. Это... Это... Инс оф Либерти. Другие там что-то микрофоном. Либерти, у тебя с микрофоном прям большие проблемы. Мы тебя не слышим, только фон. Попробуй там его отключить, выключить, включить, обратно там еще что-то сделать. Разбить его, сломать. Помойку выбросить. Говорим через наушники. Ну, фигово, но по крайней мере я расслышал что-то. Так. Ну, иду мрамор обрабатывать тут. Красители. Ну, и все, у меня на рост поставлены все города, потому что уже счастье немерено. А, блин, надо с автомата юнитов снять, точно. Кто уходит куда-то? Ну-ка. Кто там в классик вошли через что, интересно? Ну, ладно, не важно. Два хода. А, собственно, аж давно вошел уже. Так, тут рост. Блин, тут, наверное, надо будет... Ну, и что же вошел? Секрет. Ну, в принципе, ты сам это можешь посмотреть на Ямалку, австрица. Странно, июня там походил на прошлый пол, там показывали, как будто я только сейчас выходил. Кельт, давай, иди домой, к себе. Как у... Как шоу кельтов? Что у кельтов за дом? Как бы его назвать? В берлогу к друиду. Да. Ирокез, подвинь своего скаута между Пекином и Гуанчжоу. В какую шоу? В любую, просто с этой клетки. Да, че-то, кажется, пора открыть уже письменность. Опа. Пойдем, мы попробуем этого рабочего. Ходи философию вообще. Ага. Пока кто-нибудь там метал кастинг открывает. Не, философия реально работает против датчан. Они приходят к себе берсерками, а ты им так философский трактат. Да. А ты им так книжку, они такие, ой, читать сразу начинают. Поскольку считают они плохо, то это надолго. Как ты к этому относишься, Биохазард? Ты хочешь сходить в философию? Я прям испугался уже. Окей. Сейчас я сразу отдам два города и ливню. Че, опять растет хрон? Ну что ж за херня такая? Я не знаю, подскакивает с Био пинка и вылетаю. Ну, проблема скорее не в Био. Не знаю. Ну, вот я, как ты уже и говорил, бывают у меня такие проблемы, когда с каким-то одним чуваком в ФФАшке он внезапно начинает вылетать со мной в игре. Может попробовать замен найти или что? Ну, конечно. 55 ходов. Ну, да, тоже верно. С чем помочь? Не надо, наши варвары. Окей, я даже ваги не буду трогать. Хорошо. Только, может, ты мне одного арбалета там пришлешь? Какого арбалета? Это че? Ну, когда они будут. Правда, я думаю, к этому времени уже меня не будет. Ладно, неважно. Я просто очень на нервах. Глаз, а вообще, чего за провайдер вообще? Да нет, это... Меня никогда... Я, скорее всего, с кем-то игроком видела проблемы. С интернетом у меня точно нет. Ну, может, явно с нами, между нами проблемы. Я вот и пытаюсь выяснить, почему такое происходит. Потому что у меня... У меня, соответственно, все в порядке. Ну, ты скажи, к новому подреписали уже. Ну, то есть, может быть, реально проблема то, что он коннектится между двумя провайдерами. Или там... Ну, у меня... Что-то в этом роде. Что? Что? МГТС. Какая-то у него? КГТС. КГТС? Что это вообще? А, кстати... Подожди, Влас, а что ты входишь? Мы же не сбросили таймер, блин. Таймер, блин. Сейчас кто сбросил? Предупреждай сначала. Я сейчас сброшу. На море ингредиент. Давай. Да. Плохо все, плохо. Вроде норм. Не знаю, че ты так паникуешь. Действительно. Конечно, вот эти варвары тут не в тему. Гадости мне делают. Нанкин отлично растет. 70. Бралтар я куплю со временем. Нормально. Плюс 6 вход. Это очень неплохо. Эфиоп, а ты че там лазаешь? Ты уже либо проходи, либо иди обратно. Иди направо, сходи туда дальше. Лешу найдешь там где-то. Или вали обратно домой в Эфиопию. Направо пойдешь, Лешу найдешь. А че ты дерзкий, да? Дерзкий, да. Ну че он ходит, я тут, блядь. Что? Будь добрее. Мы вон с Иракезом у друг у друга ходим и нормально как-то. Ну, если бы Эфиоп сказал мне. Я щас тут чуть-чуть похожу, я бы сказал. Я даже ему бы сказал, куда идти направо. А кто это вообще говорит? Ну ты ходишь около Питера. Туда-сюда, причем просто вдоль клеток. Зачем-то? Кто со мной разговаривает? Посмотри. Да, кто здесь? Что за голоса я слышу. Ну что, прогрузимся? Хочется верить. Я Био догнал, отлично. А вот опять и Био. По-моему все. Сейчас опять вылетит Влас, мне кажется. Рисенфор Био опять. Понеслось веселье что-то. Ну, ребят. Вылезь, вылезь. То есть у вас между Власом и Био, да? Ну что, мы в Семерон будем или что, вообще как? Не, почему, продолжаем пока. Окей. У сосед не против ждать его при подключении. О, голландец потерял столичку. Рубки, не бой. Влас, я тебе напоминаю, когда ты захочешь входить, об этом надо будет сказать. Да, да, да. Во все услышания желательно. Ну, Биохазар, что ты тут ходишь? Тут стражники стоят. Я там так и не разведывал просто. Ну, ничего интересного там нет. Абсолютно. А вдруг есть. А если найду? Вот, вот. Я захожу. А, ну сейчас, подожди, кто-нибудь откатит, а потом ты уже заходишь. Есть у кого? Ну, сейчас найдется. Нет, я не найдется. Подожди, подожди. Ну, давай сбросай. Я тут отбиваю семью. Сбросил же. Давай, заходи. Паники. Надеюсь, я хотя бы успею взять защитников, Вера. От тебя все-таки. Я тоже раньше так думал, но, знаешь, вот игроки все говорят, вот у меня все нормально со столи, у меня все нормально. А при мне и мне... О, мне тут Потапешта композита подарил. Как-то приятно. И вовремя. Копейщик, это композита. Блин, Ганс там стрельду захватывает. Он тут по моим территориям шастает. Непорядок. Манила. Другом стало, потому что я отправил к ней караван. Нормально. Это меня устраивает. Так, нам кину вовсю растет. Так, все, тут достаточно. Четырех жителей теперь на производство. Ну, так, а в лоскаре зашел? А, да, все, окей. Тогда можно ему что-нибудь отправить. Так. Серебро, ну а у тебя там есть какой-то шанс? Да, можно вообще-то, ну, как есть. Нет, у меня шанса нет, я тут. Он же столицу уже потерял. Ну, мало ли, в душе, давай, ставим запад. Ну, как-то он напал, я был в третьем пары. Ну, у меня шансов ремонт не было. Посмотрим на столицу ацтека. Ну, неплохо, неплохо. Семь жителей. Ребята, я прошу прощения, мне тут... С самого начала не было. У меня слышите? Да. У меня тут жена позвонила, попросила спуститься там, что-то тяжелое теща передала. В общем, надо поднять в квартиру. Можно? Ну, пару минут, пооткатываем. Ну, я не думаю, что это пару минут, это минут 10 будет, как минимум. Ну, давайте сделаем сейв. Заодно я предлагаю там Власу, Biohazard поперезагружать свои точки, например, там, Steam и так далее, да. Так что я минуту... Ну, что, опять? Ну, как раз, да, сохраняйте. Ну, сейчас он закончится, давайте сохраним. А, если он закончится. И вопрос, в 10 продолжаем где-нибудь? Ну, да, где-то так. Ну, как всегда, Влас вылетит. Ну, сохраняй, Сириус. Сохраняем? Да. Сириус, ставь плюсик, если сохранил, все, продолжим. Кто там говорит без меня продолжать? Так, перезаходите мне. Ну, давай сейчас, пускай Сириус походит, если он не может ходить, то будешь перезаходить. Сириус. Не может ходить. Перезаходите. Перезахожу. Так, сбросите там ход, скажите, когда будете готовы. А, я так понял, серебро ушел, типа, потерял столицу и все? Да, да, он сказал. Ну, в принципе, да, ему там же делать нечего. Ну, там один город остался. Он, когда уже ты оценил, сказал, что он, как бы, все, у него все потеряют, забрали, все. Ход сбросили? Нет. А мы сейчас решили все походить, чтобы ты нам не портил своим концом хода. Да, ну, можно напоминать, просто. Все-таки человек не идеален. Надо стремиться. К идеалу. Ну, я могу сбросить, в принципе. Сбрасывай, пока еще там. Давай, заходи. Там еще сам будет ходить. Уточнить. Как раз таймер закончился. Нет, это я нажал за пять секунд. Главное, тут сейчас никакие чудеса не начать строить. А хочется. Девочки и мальчики, стратегии стратегиями, а пользоваться подробными картами городов России и многих других стран в офлайне и абсолютно бесплатно, всегда замечательно. Да, я снова перешел к рекламе 2GIS. Мой любимый спонсор недавно выпустил свежую версию своего продукта. Для всех платформ с большим количеством новых удобных функций. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и скачивайте интересующий вас город. Влас, а где там мимо тебя можно пройти куда-нибудь? Я там пройду? Или... А, все, вижу, не пройду. Ниже ты не пройдешь. Там только выше. Ну, через войну ты против, чтобы я проходил? Там и выше можно... Выше осенинки пройти спокойно. Ну, тут просто юниты обходить. Тут у меня рабочие и караван. Окей. Не буду тебе доставлять проблем. Нет, так скоро, наверное, будет. Нет. Поменялась пока немного ситуация. Ну, там голландца вынесут, чтобы он не мешал. Демография. Я решил встроить коляски против... Влас, это как минимум, ты этого лучника можешь подвинуться с моего пути или нет? Против Ирокеза. В следующем ходу. Окей, спасибо. Ребята, вас не смущает, что там у Кельта постоянно увеличивается армия? Он ее строит? Меня см... Ну, как? Меня смущает, что там еще Бяха затормой подстроил, что у него второе место сейчас по армии, скорее всего. Кстати, он к себе может приплыть еще и мечниками до своих берсерков. Вообще он может любой армией к себе приплыть. Я берега контролирую, все в порядке, я в курсе. Я поэтому и думал идти в Голиаса, чтобы еще там противостоять наплывом и самому его у города забирать. Но тогда я в Пикинеров не успеваю выйти, наверное. Собственно, вот в этом вся дилемма была. Да, поэтому я решил в защиту поиграть немного. Ну-ка, что-то там взял. Да там уже нечего было брать чугуньку эту грязь. Так ты мог зарыться, я бы тебе все принес мирно. Нет? Да не успею еще зарыться. Ну, ну как хочешь. Да не, я тоже потом подумал, что зря. Я думал, там осталось хоть что-нибудь такое. Там же три лиги брали. Я думаю, там две только. Я не думаю, что мне уже стоит еще города ставить. Мне кажется, надо осенинку брать и на месте осенинки свой город ставить. Одну еду с лагерей взял Ирокес. Или кто? Нет. Я пропустил. Потому что обычный Ирокес в таких местах. У тебя же стоит твой этот слингер. Рядом с Ирокесом что-то не видишь, что он взял? А, действительно, вижу. Ну, как я уже говорил, спросить интереснее. Так. Видите, мне пришлось... Ставил на автомат воина, ну, потому что там люди заходили. И он перестал засвечивать. Если тут появится, блин, варварский лагерь, это будет очень хреново. Очень хреново. Интересно, кто-то мечников еще открыл. Ну, Ирокес, видимо. Ну, ирокес, видимо. А, ну, точно. Правда, что. О, почему со мной Манила начала дружить? Мечты пропустил. Кстати, что у меня ГВШК? Генуэ хочет еще торговый путь, но... Какао. Ребята, у кого-нибудь какао есть? На, поменяться. Нет? Даже укачешек не вижу. Джунгли маловато, конечно, для какао. Они в джунглях обычно, да? Оно. Да. Миллион. Какой там леса кинет? Ну, да, в основном джунглях. А там эфиоп, кельт, нет у вас? Ну, и кельт может предложить тебе или вино, или глава не. Ну, что там в Голландии спел еще один город, что ли? У него свой 4 на 3. У него столица была открыта, что ли? Или что, вообще, что так быстро-то? У него, наверное, почему их набрал. Да. Демографию меня не перегнал. 3. Кельт, я так понял. Да, видимо. Что? Ну, а ну. Че это за дружба России и Ракеза? Друзья навек. Так, интересно. Видимо, я очень вовремя начал армию строить. Надо пойти какое-то найти еще. А, кстати, чудеса какие кто находил? Или никто не хочет говорить? Я Викторию нашел. Я нашел Улуру и Гибралтар. Короче, снова. Сами смотрите. Или кого-то либо из нас, либо обоих выбирать. Иначе... Пускай Влас заходит. Можете мне замену найти, я не против. Хотелось бы, но что поделать, потому что, ну, такими танками даже до 70-го года так не доиграем. Могу заходить. Ну, сбросите кто-нибудь. У меня просто вот, например, айпичник даже не пингуется вообще в пинде. Квасили? Нет еще. Ну, щас мы все походим, видимо. Тогда. У меня-то просто юниты только двигались еще. Я щас брошу. Готов? Да. Заходи. Не получилось. Написать пока о замене или вообще что делать? Второго захожу. Да, кстати, почему-то только с того раза всегда заходится. Ну, класс. То есть, блин, у меня тут идет дипломатия с Власом. Сейчас придет какой-то левый чувак, будет со мной воевать. Очень, очень удобно. Не, ну в плане, если... Если вместо меня кто-нибудь зайдет. Ну, тут та же самая будет тоже. Похоже, что проблема-то у меня. Ну, тут это не понятно, потому что вылетает-то Влас. Проблема у вас у обоих. Ну... Я не вижу проблений. Влас заходит и продолжаем играть. Нет, я более чем уверен. Ну, окей, окей. Просто это не очень удобно. Что, будем тут тревернами толпиться? Ну, я просто разведу здесь. Я в эти леса так и не дошел толком. Ну, я против своей разведки. Так, давайте подумаем, что мне лучше взять с Волин. Сейчас я переплываю. Может, приезжать инженера и им построить Мачу-Пиксу? Потому что генерала мне брать нет смысла, у меня так генерал набивается быстро. Ну, вы видите, в более смысле, вот просто из-за... Сейчас мне что-нибудь ограбишь, это будет как бы очень нехорошо с твоей стороны. Я очень обижаюсь. На самом деле, у меня есть... Давай я смогу пройти напрямую. Нет, Вайпер, давай ты пойдешь обратно. Своим вот этой коляской. Сейчас. А еще говорю, что я злой, ты говоришь? Уйду, уйду сейчас. А еще говорю, что я злой. Почему? Я готов даже себе что-нибудь там это, религию принести и все. Ну, ладно. Ну, блин, извини, тут твоя коляска, ты прям лезешь в центр. Ты можешь вниз пойти, если хочешь? А вниз иди. А я смогу... Я смогу пройти направо, как бы... Там есть проход, нечего с твоей границей? Пока есть, пока есть. Окей. И хорей сербать в эфире. И чавкать. Sorry. Сербать и чавкать. Можешь своим девизом сделать. Это мое кредо по жизни. Да, я возьму инженера на Мачу-Пикчу, построю в Шанхае. Точняк. А, кстати, Леш, там справа отманил лагерь варваров, если что, потому что каруана разграбить. Спасибо за инфу. Пойдем разбираться сейчас. Чуть не разграбил редкий ресурс. Это было бы очень фатально. Серьезно. Серьезно, ты туда не ходи. Ты сюда ходи. Так, блин... Так, блин... Слушайте... Блин, ну кто построил? Не буду говорить, но на самом деле это не так уж и плохо. Блин, ни один ход оставался. Так он, может, построил, чтобы ты не лез? Ну вот, как бы... Чтоб ты не мог построить, точнее, вот так я скажу. Ну, тоже верно, но, как минимум, может, просто био тоже решил в защиту поиграть. Хотя это было бы странно. Нет, я... Построить, иначе там пускать морские караваны очень опасно. Серьезно, я тебе говорю. Вы разведчики ходят возле моих городов. Так как ты вармонгер, я тебя бьем стреллюсь. Заходи. Это их его пять. Да. Юрусарин забрал мой лагерь варвары. Что? А, вот где. А почему Манилу не хочет, чтобы я этот лагерь разбомбил? Странно. О, русский, здорово. Ну-ка, Мбео, я тогда к тебе тоже чуть-чуть проплыву там. Я все равно мимо Аргуса не проплыву. Окей? Окей. О, кто-то еще основал. Ничего себе. Офига себе. Офига себе. Впервые, играя через волю, поставив четыре города, я первый по науке. Ну, правда, с кем ты? Наверное, с кельтом? Нет, наверное, с хиопом. Ты первый по науке со мной, с био и с хиопом, да. С хиопом, да. С кельтом еще. Круто. С наукой у всех все хорошо. Ясно. Скорее, наоборот, у всех все плохо, я бы так сказал тогда. Ну, у традиционников плохо, у волевиков хорошо. Просто био, скорее всего, тоже еще там не построил национальный колледж. К примеру. Но, учитывая то, что он открыл Мечников и построил стену, у него сейчас просто будут уже берсерки плюс минуту на минуту. Или не будет тут? Блин, не успел. Два варианта, наверное. Да. Все равно страшно. Даже не вылетел, неплохо. Молодец, Влас, держись. Старайся. Ой, а ничего, у тебя какой-то заплывчик островок. Нормально. Эх, не убил. Я их просто не видел. Так, вот и карго-шип. Но, опасаюсь я пока отправлять. Может, еще одну три ремму построить. Ну, вообще, три ремма вон поплыла. Но четыре хода. В общем, можно еще три ремму в ту сторону. Давайте еще три ремму. У меня, в принципе, золота на содержание юнитов достаточно. Так, тут я все посмотрел. Кстати, если что, вот тут можно город поставить. Ничего такой будет, между прочим. Так, у Ирокеза пять городов. У нас примерно одинаковое развитие, кстати, с ним. Так, можно уже дорогу начинать строить. И тут дорогу. У нас уже хреновую клетку обрабатывает Пекин. Откровенно. Так, что у нас с армией. Я все еще седьмой. Ну что, датчанин первый по армии. Инг? Да. Ну, как сказать, я отстаю от него все на пять тысяч по армии, как бы, так что не все так. Я пропущу этот ход. Все, мне интересно. Он еще не вошел. Три ремма поплывет. Если туда дальше, то я пущу караван. Это должно произойти вот уже сход. Больный. Здравствуйте. Если ты знал, как ты блин, язык этому. Металкастинг 236 науки. Нет. То есть сейчас аппетит. Но он вышел в средневековье. Да, я об этом и говорю. Я это уже увидел. Все, он уже вышел в своих этих. Да. Ну что, я оклепаю композитов. Они, собственно, тут уже наклепаны частично. У меня все готово. И иди в Пекинеров. До встречи. Да и мечника, в принципе, можно, если у тебя есть. Я иду нового. Почему Манила не хочет, чтобы я этот лагерь расфигачил? Ну, пока на самом деле еще Био не построил библиотеку. У меня была безумная идея там строить библиотеку. Сириус, не хочешь мне злотишко дать? Четырнадцать, четыре, пять, четыре. Нормально. Оставим. А Сириус? Что-то мне подсказывает, что не хочет. Жаль. Я просто думал, что его поселок еще не походил. Что говоришь? У меня никто злотишко не хочет дать. Ой, Фиоп пришел. Так, и мне осталось только Сириуса увидеть, собственно. Так, опять пропустим ход. Эх. Почему я иду? Я, в принципе, кстати, мог и в Гуанчжоу построить Мачу-Пикчу. Кстати, а почему я этого не сделал? Ну, вообще, будет раз, два, три. Скорее бы у меня уже, блин, определенно религию. Да, я, наверное, тогда зря я сюда шел. Сейчас я обратно побегу этим инженером в Гуанчжоу. И успею как раз через пять ходов. Бео, ты ни за какие коврижки на мир не хочешь идти, да? Ну, не знаю, смотря какие. Ну, мало их. Но их есть у меня. Там какую-нибудь дань тебе предложительно давать, религию на тебя первому распространить, нет? Не катит? Не катит? Ну, так себе. Может, мне все-таки до... Ну, блин, ну че, мать? Чикану дожить. Традиционник, как бы, тебе тоже прозвиваться было бы еще неплохо. Ноль секунд висит, мы опять, кажись, что-то не то. Ну, на этот раз никто не вылетает ранее. Не, ну, у вас и повышается там пинг с власом? Не, на этот раз нифига, на этот раз, походу, повисли просто. А никто не шут в штамм? Очень хорошее развитие. Так, ты можешь ходить в биохазард? Пока нет, не смогу сейчас. Кто-нибудь перезаходит или мне как-то зайти? Опять 0 секунд, кстати, висит. Да. Это нормально. Надо, чтобы вышел человек. А вот. Ну че, мне перезаходить? Ну, перезайди. Да, да. А вот вроде прошло, или нет? Ну, биохазард ходить не может, да? Да, все еще могу. Сейчас я тут поставлю в городе. Секунду, к примеру. Это, понимаете, на ход назад. Я пока вырывать-то не буду. Да, на ход назад уже. Все, перезахожу. Только там не надо ко мне войну объявлять и прочее. Ко мне нет. Я и ходить пока не смогу. Пока ты не зайдешь. Ход обновите, пожалуйста. Либо там походите, потом ход обновите. Ну че-нибудь это? Ща, ходим. Ожидай. Отлично, я смогу обратно инженера тогда увезти. Так. Пропустим. Так. Готов? Я сейчас сброшу. Да. Давай. Зашел. Так. Ну, по науке. Видите, я пойду в гильдии, хочу мачу-пикчу построить. Там инженерное дело, ну и собственно чекану. Вот только думаю, может мне в философию загнуть. У меня все равно в четырех городах уже везде есть мои бумажные мастерские. О, плато нашел. То есть нацколледж будет нормально, так что я думаю открою все-таки гильдии, потом в философию загляну. Ты тоже хоть там не заканчиваешь. Тут еще можно оракул поставить. Да, но тут 10 секунд осталось, заканчиваем, не заканчиваем. Он сейчас сам уже. В чекану. Ну, согласитесь, с нацколледжем это намного быстрее будет. Там этот бегает Трирема. Так, три хода. Да, конечно, я тут подставляюсь, но ладно. Что поделать? Ой, Рокес последний по войскам. Блин, ты можешь напасть на него все-таки? Почему, Манила, не хочешь, чтобы я этот лагерь разбомбил? Да, вот уже. Тебя еще, кстати, Сириус обрек. Ну, вообще да, они же не пробиваются вообще. Я помню как-то дуэли. Кто-то начинал играть. Тоже вот так против Дании сыграть умудрился. Мне очень понравилось. Под хом между овцами получается он за рекой. Если там вот за реки заканчиваются с двух сторон. Если ты поставишь город справа от Анандаги. Точнее, если ты вообще даже сейчас пойдешь, что поселом, то я тебе объявлю войну. Ну, а что было делать со мной? Офигеть, мои огонщики там. На, ну, блин, че за фигня. Я проатаковал, когда он еще не был в фортификации. Ну, ладно. Денежка появилась. Речь о том, чтобы, собственно, его вообще как-то остановить? Нет. Мне кажется. Отличный у тебя дух к победе. Не, ну как? Как помочь остальным, как минимум? Не знаю. Ты же только что говорил, что вот сильный соперник рядом. Крутяк вообще. Ну, я не знаю, что так быстро. Я ждал, что успею выйти хотя бы, точнее приблизиться к хопикинерам. Не сложилось. Ну, ничего. Да нет, ну как? Просто один город берется у меня быстро, но со столицей он будет очень долго водиться. Старец это да. Волжение ее не радует. Скажем так. У меня еще лаги такие одовые. Начались что-то прям вообще по хардкору. Сжмакаешь секунд пять-десять и ждешь, когда ее не походишь. Я боюсь генерал подводить, потому что там у вас одного удара можешь угнить. Нет, не подводи. Нет, не подводи. Справа от меня и ниже от меня ирокез, а за ним еще китаец. Но китаец за горами от меня. Инг, да, инг тоже справа. Китай справа за горами. Да. Закрытие генерал. Право от меня несколько игроков. Я еще думал ученого брать, но как бы смысла нет, что зажигать ученого. Я не получу столько науки, чтобы там открыть пикинеров или еще что-нибудь важное. Так, есть производство. Подадим еще что-нибудь. Нормас. Главное, что еще обработаем. Так, тут поставим. Хотя их, по-моему, нельзя продавать. Не помню. Можно? Нет, по-моему. Тут место для моего города. А, да, они же бесплатные. Тут я хочу поставить город. Так, в средневековье я вышел. И сразу мочу пикчу. Там ход начинается вообще, нет? Бахнем. Ну, я его проатаковал. У него было 0 хп, а после этого он получил ответственность. Я говорю, лаги просто нереальные. Я даже не понимаю, что происходит местами. Я понимаю, что происходит, но мне от этого не легче. Так. Хорошим надо у тебя милишные юниты убивать. Будем тут следить. Кстати, отчет. За ирокезом. За ирокезом. Как-то кончаются. Ну, последний по армии, то есть. Что-то их все там три было, по-моему. Я могу на него давить. И никто не много. Это бы хватило, чтобы мою оборону прорвать. Там еще одна гэшка на Рио, да и все. Что я с ней? Не сыграю. И ночью пикчу. Ой, чекану надо будет. Войну. Заканчивать. С ирокезом. Пока не вижу смысла останавливаться. Окей. А шо, он уже город взял у тебя имя? Нет, не взял, но я, ну как, у меня один город достаточно открытый, поэтому он сейчас быстро берется. Несмотря на ручников, несмотря на стены. Ты клепай армию, давай. Так, я, у меня в каждом городе строится армия. Я понимаю. И я, как сказать, все делается достаточно грамотно, но... Все. Но результат все равно такой. Все по феншую. А первым напасть не получалось вначале? Первым нападать никак не получилось. Слушай, Филоп, ну вот чё ты лезешь вот в самое это... Чё за какая-то маня? Вот фига туда, иди вниз. Иди обратно вниз. Сириус, а куда ты этим лучником и генералом идешь, мне интересно? Ну туда я в середине как медом намазанный. Все туда идут. А, Сириус? Все, отлично. Мачу-пик чумая. Сейчас. Соединю города дорогами. Будет плюс по золоту нормальненький. Опять Влас вылетает? Опять Влас вылетает? Опять Влас вылетает. Непонятно. Да, да. А главное, что у меня просто промки больше, чем... Воюет ждем. Воюет ждем. Пока зайдет. Окей, ждем. Сейчас я пока подумаю, что делать. А до этого ты не особо думал так. Ну, нет, конкретно в данной ситуации, куда там ездить, все прочее. О, золото пришло. Так, два хода. Да, потому что я дорогу проложил, окей. 23 золота в ход, очень неплохо. Это плюс. Очень неплохо. Можно все в композиты. А, у меня после философии Красный колледж можно будет. Ократовите. Сейчас, один момент. Давай. С мячниками сейчас хоть станет чуть повеселее. Я не пойму, в Ласт ты входишь, нет? Ооо. По-моему, не входишь вообще. нанки не еще рано вообще можно на на счастье сейчас город же поставлю но не сейчас точнее минсколь сначала построить про город поставлю эта серия завершена продолжение через день или два спасибо что досмотрели до конца не забудьте поставить лайк и поделиться моим видео если оно вам понравилось пользуйтесь 2gis и играйте в умные игры